В Адинцовском городском округе началась вакцинация детей и подростков. Первую партию вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК-М детская поликлиника получила в прошлые выходные. К нам поступила вакцина из Минздрава Московской области в субботу. И в субботу мы уже начали прививать детей, первых семеро детей, которые к нам пришли с 12 до 17 лет, утром мы прививали. Для этого у нас выделен кабинет специально для вакцинации этих деток. Перед этим идет осмотр врача-педиатра. Во время осмотра врач оценивает общее состояние ребенка, измеряет температуру и давление, слушает легкие, оценивает состояние слизистых оболочек. Важно знать и о наличии хронических заболеваний. А дети с 15 лет у нас могут самостоятельно заполнять как добровольное согласие на вакцинацию, а также анкету. По тому, как мы сделаем вам вакцинацию, мы также вам выдадим памятку обязательно о том, чтобы вы помнили, когда к вам прийти на второй компонент. Даниил пришел на вакцинацию вместе с мамой. Процедуру осмотра молодой человек успешно прошел. Противопоказаний не было выявлено. Мы вакцину давно ждали. Почему? Потому что у нас вся семья прививалась от ковида и уже даже ревакцинировались. Поэтому хотели, чтобы дети тоже вакцинировались. Контролировали просто свое здоровье, чтобы сын был здоров, настроен. После прививки необходимо еще 30 минут находиться под наблюдением медсестры. На следующий день медики проводят обзвон, спрашивают про самочувствие. Из 12 привитых детей побочных действий ни у кого не наблюдалось. Это происходит по записи. У нас открыто расписание кабинета вакцинации от ковид-19. Но если к нам обратятся несовершеннолетние с 12 до 17 лет, мы, имея такую возможность, можем привить этих детей этой вакцины. Вакцинация подростков от ковид-19 проводится в детской поликлинике в городе Одинцово на улице Говорова-10. В два этапа с интервалом в 21 день. Дети младше 15 лет прививаются согласия родителей. Ребята постарше по собственному желанию. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.